А вот как раз об этом я и говорю, что, понимаете, точно так же, как наставника невозможно притянуть, точно так же невозможно и трудиться без душой, без желания служить. Вот это желание служить, желание отдавать себя и притягивает наставника. То есть Бог нам дает наставника как радость, как благодарность. То есть вот точно так же мы находим себе мужа, вот когда женщина начинает всех любить вокруг, она заботится обо всех, она становится такой красивой, что Бог не может ей не дать мужа, это просто невозможно. Не то, что она создала себе в сердце такую структуру, которая, опа, мужика засосала внутрь своим желанием. То есть я создала там такое желание, иди сюда, мужик, прилетел, все, визуализировала, создала себе все. Мужик ко мне, и мужик прилетает. Понимаете? Я недавно читала интернет, что такое урожение было. Идимого нельзя внимания. Вид иногда его награды проникли. Супер. Вот это и есть правда. Это и есть правда. Истинная правда. Понимаете, Бог всегда дает человеку. Это факт, что вот этот момент, то есть если брать другую сторону вот нашей дискуссии, другая сторона, несомненно, присутствует, эта сторона называется желание. И это желание означает служить Богу. Если человек, ну мы сейчас всякие сложную тему философскую говорим, хотя я лекцию не на эту тему читал. Понимаете, если человек формирует себе, Господи, научи меня, меня тебе служить. Не научи меня, не научи меня сделать так, чтобы я у тебя взял наставника, а научи меня служить. Может быть так, чтобы ты когда-нибудь дал мне наставника. Вот это правильное формирование сердца. То есть, ну, можно ли там что-то сформировать сердце? Можно. Для этого нужно изучать Священное Писание. В Священных Писаниях даются правильные молитвы, которые формируют правильные желания. И если ты, согласно вот этим Священным Писаниям, сформировал правильное желание, то все равно не твое желание притягивает наставника, а радость, которую Бог испытывает по отношению к тебе, дает наставник. Именно вот это и есть суть главная. Вот эта радость дает наставник. Не твое желание притягивает, а радость дает наставник. Бога. Радость Бога по отношению к тебе.